В эфир телеканала Хабар 24 заступила дневная смена. Обсуждаем, анализируем, резюмируем вместе с нашими спикерами и вами, конечно. Телефон мессенджера, куда можно отправлять свои вопросы, сейчас на экране. Пишите, присылайте. Самое любопытное обязательно озвучим в эфире. В студии Александр Журавлев. Доброго всем дня. Итак, президент Касымжумар Токаев вновь высказался о растущей в Казахстане инфляции, которая, цитата, в сентябре превысила 17% и продолжает увеличиваться. Это особенно ощущается на рынке продовольствия и приводит к снижению реальных доходов граждан, заявил глава государства. На этом фоне в Нижней Палате парламента и тоже сегодня утром был презентован прогноз инфляции на будущий год, который укладывается в коридор 7,5-9,5%. Такой оптимизм вызвал в депутатском корпусе, мягко говоря, большой скепсис. Аргументы правительства снова и в основном сводились к пагубному влиянию внешних факторов. Если учесть, что президент параллельно докладам министров из рабочей поездки в регионы резко раскритиковал работу Кабмина, заявив, что из-за роста цен продовольственная инфляция вообще достигла 20%. Прямо и публично, причем в очередной раз, Токаев назвал и виноватых. Это перекупщики и тех, кто недорабатывает, а ким и на местах. Время разговоров и напоминаний, видимо, закончилось. Вопрос, как выразился президент, принципиальный. Стало быть, отныне будет на его личном контроле. Есть к чему снова вернуться и заново обсудить. И так, с нами на прямой связи из Алматы экономист Арман Бесимбаев. Арман, здравствуйте. Арман? Да. Да, Арман, вот слышно меня? Да, 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 очень даже слышно. Вот то, что президент сказал по поводу продовольственной инфляции 20%, но это же прямо уже близко к истине, да, не те цифры, которые нам до этого, ну, как-то так или иначе озвучивались, да? Ну, статистические данные говорят об этом, что, да, и продовольственная инфляция вносит сейчас в целом, в общую инфляцию, существенную долю в ее рост. То есть, та официальная инфляция, которую мы видим, там, в районе 18 почти процентов общей инфляции, огромную долю вносит именно рост цен на продовольствие, это правда. Ну, давайте вот послушаем, у нас есть графика, да, о том, о чем сказал президент, видео до сих пор еще не послушаем. А, пока нету и графики, да. Ну, давайте продолжим, вот у нас на связи экономист Нурлан Саков. Нурлан, вы меня слышите? Да, добрый день, слышно. Да, Нурлан, да, здравствуйте, еще раз. Вы как бы оценили вот то, что заявил сегодня президент? Почему, как вы считаете, должен, периодически президент должен напоминать, напоминать, что это связано с доходами населения напрямую, вернее, с доходами, которые падают и так далее, и так далее. И вот вопрос продовольственной безопасности, так или иначе, звучит, ну, постоянно. Почему президенту нужно постоянно об этом напоминать снова, снова и снова? Правительство сами не знает, что, как и что нужно работать? Я думаю, потому что, ну, мы каждый день покупаем продукты, каждый день видим эти цены и как они растут. И это такой ежедневный, такой показатель, который бьет по нашим карманам. И, безусловно, это доходит, как говорится, до, ну, эта проблема доходит и до президента. И так как она не решается, он его нет в течение года, в прошлом году, то есть каждый раз эту задачу ставит, и она кардинально не решается. Не то, что не решается, она даже вот два раза уже, да, там, то есть цифры полетели вверх, да, уже там 18-20, видим. Поэтому, конечно, тем более электоральный период, ему необходимо об этом напоминать. Другой вопрос, что почему она не решается и что с этим делать? Да, ну, ладно, скажите, ну, вот такая ситуация, что, ну, я не знаю, понятно, что очень сильно внешние факторы давят. Это понятно, ну, все же мы, как бы, понимаем. Но здесь все ли делается, дорабатывает ли правительство, как вы считаете? То есть, ну, не случайно же критика звучит в адрес, там, Кабмина от президента? Конечно, это критика достаточно объективная, и задача сейчас номер один, поэтому она не дорабатывается. Много причин, много факторов, как системных, старых, так и просто задачи, которые нужно, ну, правда, садиться, думать долго. То есть, ну, тот подход, который раньше применялся, он сейчас не подходит. В этом, можно сказать, ключевая проблема и ключевое решение, что мы решаем новые задачи старыми методами. Да, ну, давайте послушаем. Мы сегодня в парламенте, была как раз, депутат спросила конкретно, премьер-министра и главу Нацбанка об инфляции. И, главное, как она спросила, посмотрите, какой скептиз звучал, да, и что в итоге ответили первые руководители правительства и Нацбанк. Давайте посмотрим. Продолжение следует... ...принять целый комплекс мер и удержать инфляцию в текущем году в запланированном коридоре. Однако, как видим, сложившаяся ситуация говорит обратно. Вместе с тем, согласно прогнозу социально-экономического развития представленному правительству на 2023-2025 годы, в 2023 году инфляция запланирована на уровне 7,5-9,5%, а уже в последующие годы прогнозируется даже снижение от 3 до 4%. Вы же понимаете, что вот этот заложенный прогноз на инфляцию в дальнейшем влияет в целом на составление бюджета. Скажите, пожалуйста, на чем основан такой оптимистичный прогноз? Что же все-таки планируют Национальные банки и правительства предпринять для снижения инфляции и, прежде всего, для снижения цен на продовольствие? В частности, в инфляции у нас 55% вклад делает продовольственные товары, поэтому мы в текущем году в два раза увеличили финансирование агропромышленного комплекса. В результате, по итогам 9 месяцев, мы видим реальный рост валовой продукции сельского хозяйства на 7%. Также инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве выросли на 7,5% в реальном выражении. В целом, в несырьевом секторе на среднесрочный период мы запланировали реализацию 734 проектов на 25 триллионов тенге, из которых 440 проектов – это импортозамещение. В текущем году, по итогам года, будет реализовано 158 новых промышленных производств. В то же время реализуется программа экономика простых вещей, которая также направлена на снижение импортозависимости. Оперативные меры – это, прежде всего, вопросы логистики, антимонопольное регулирование, внешнеторговое регулирование, контроль за наценкой торговой 15% на социально значимые продукты питания, которые установлены законом, а также форвардный закуп формирования стабилизационных фондов и оборотные схемы, и другие меры. Считаем, что в результате принимаемых мер в следующем году инфляция снизится до 7,5-9,5, и в следующие годы ниже. Нам надо таргетировать более низкие уровни инфляции и делать все, чтобы достичь этих более низких значений инфляции. Ну и, кроме того, инфляционные ожидания тоже нельзя допускать с тем, чтобы со своей стороны также не оказывал негативного влияния на рост цен. Наш прогноз на следующий год основан на нескольких факторах. Первый – это дезинфляционная денежно-кредитная политика Национального банка. С начала этого года мы подняли базовую ставку с 9,75% до 14,5%. Национальный банк продолжит проводить дезинфляционную денежно-кредитную политику. Второй – это снижение внешнего инфляционного давления на продукты питания. Индекс ООН продовольственных цен шестой месяц подряд показывает падение потихоньку от спика в марте этого года. Третье – это снижение инфляционного давления в странах, основных партнерах, торговых партнерах Казахстана. В Российской Федерации в следующем году, по прогнозам Центробанка России, инфляция сложится на уровне 5-7%. Что касается давления на инфляцию, будет оказывать это высокие, не заякоренные инфляционные ожидания населения. Национальный банк продолжит проводить дезинфляционную денежно-кредитную политику и принимать все меры, чтобы не допустить бесконтрольного роста цен. С нами на прямой связи экономист Марат Каирленов. Марат, я хотел начать с такого вопроса, что теперь у нас, даже у Нацбанка, вы сейчас слышали, у Перматова прозвучала дважды. Не денежно-кредитная политика, а теперь дезинфляционная денежно-кредитная политика. То есть у нас такой новый термин в связи с тем, какая у нас инфляция, как она на нас давит, на нашу экономику и так далее. Что можете сказать по этому поводу? У нас даже термины поменялись, получается. Ну, это как бы разновидность такой денежно-кредитной политики. Ее там иногда идет... Денежно-кредитная политика может ввести к расширению денежного предложения или сокращению. Но, на мой взгляд, здесь у Нацбанка спорные посылки. Общие у экономического блока правительства спорные посылки и неправильные, соответственно, результаты мы получим. Между собой, получается, у них, да? Правильно я понимаю? Между правительством и Нацбанком? Или как вы понимаете? Нет, они сейчас выработали общую цель, мы будем бороться с инфляцией. А для этого, допустим, национальный банк повышает процентные ставки, ужесточает денежно-кредитную политику. Раз. С другой стороны, вот правительство идет на достаточно сильное сокращение государственного бюджета. То есть, на следующий год у нас бюджет к ВВП планируется сократить с 19 до 16 процентов к ВВП. То есть, это очень низкий. Ну, в странах УС он порядка 30-40, даже почти до 50 процентов доходит к ВВП. У нас очень низкий. Это значит... Марат, а о чем это говорит, чтобы зритель нас понял по ту сторону экрана, о чем это говорит, снижение бюджета? То есть, они, вот мы видим, что цены на все растут, и это, в принципе, ну, как бы, номинальный ВВП будет расти. Они сокращают, вот сокращение государственного бюджета к ВВП, это означает недофинансирование очень важных показателей... Ряда программ, скажем так. Да, очень важных расходов в госбюджете. То есть, это, там, пенсии не будут индексированы. Вот, допустим, у вас, там, допустим, 100 тысяч тенге в этом году. А как так можно? Это же задача поставлена, что теперь у нас будет с нового года постоянно индексироваться. Как, ну... Ну, понимаете, они, они это, как бы, видимо, объясняют тем, что надо остановить инфляцию, что главный враг у нас инфляция. Но, на мой взгляд, этим не остановить инфляцию. То есть, вот из-за чего, что такое цена, да? Это соотношение, ну, доступных товаров и определенной, там, ну, денежной массы. Ну, если упрощенно, да? Да. Вот они говорят, у нас слишком много денег у населения, в экономике, соответственно, мы эту денежную массу сократим. Но, на мой взгляд, проблема в другом. И очевидно, что вот проблема, что у нас количество товаров сокращается из-за того, что, там, в Российской Федерации начинает сокращаться производство. То есть, ну, и вот то, что, там, порядка полутора тысяч крупных транснациональных компаний ушло или приостановило свою деятельность в Российской Федерации, а вот эти ключевые склады, ключевые производства... То есть, интеграция экономик Казахстана и России такая, что мы не можем не пострадать от этого, правильно? Да, да, мы страдаем. И вот стоит сейчас вопрос о перестройке, вот то, что мы называем логистических цепей, логистических, производственных цепей. Соответственно, это требует времени и денег, да, чтобы, допустим, вот эти новые транспортные коридоры наладить через, допустим, через Каспий, да, там, Курцию, ну, Европу дальше. Да, понятно. Это все требует расходов. А правительство у нас считает, если мы сократим денежную массу, у населения будет меньше денег, оно будет меньше потреблять. Но если товара физически будет меньше, все меньше и меньше, соответственно, у нас будет расти инфляция. Обратные цепи, да, это понятно. Поэтому, вот знаете, надо во главу угла ставить все-таки уровень доходов населения, уровень благосостояния населения, а не показатель инфляции. На инфляцию мы все равно в ближайший год повлиять не сможем. Пока вот эти новые маршруты не проложатся, там новые, не знаю, вагоны не закупятся, там дополнительные пути не проложатся, инфляция не остановится. Соответственно, ну, давайте заботиться о доходах населения. Мне кажется, вот это ключевая ошибка в посылах, ну, в логике нашего экономического... Да, ну, вы прямо сейчас вторите тому, что сказал президент. Давайте послушаем президент Тукаев об инфляции, что сказал сегодня из региона, из города Кунаев. Во многом рост цен на продовольствие подстегивают подсредники. Ни для кого не секрет, что прежде чем попасть на полки магазинов, продукты проходят несколько стадий удорожания. Поэтому крайне важно устранять перекупщиков из цепочек поставок, наладить логистику сбыта сельхозпродукции. Разговоры и поручения на эту тему были и ранее. Правительство совместно с Акимами всех уровней должно обеспечить эффективную и своевременную реализацию комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции на 2022-2024 годы. Этот принципиальный вопрос будет на моем личном контроле. Ну, вот с нами на прямой связи Арман Бесимбаев. Арман, здравствуйте. Здравствуйте. Еще раз, да. Скажите, ну, даже когда премьер-министр говорил сегодня в парламенте, он сказал такую вещь, что нам надо снижать инфляцию, да. Ну, а в итоге говорят, 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 ситуация не меняется. Сегодня президент опять вопрос поднял, раскритиковал всех и так далее. Акимам досталось по полной, так скажем, и по делам. Вы как думаете вообще к этому всему? Как относиться? Я имею в виду относиться к тому, что мы говорим, 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 а, ну, исполнители конкретные, ситуация, и за ними как бы вина и недоработка, как вы считаете? Или все-таки внешние факторы, о которых так часто говорят, они все-таки сильно давят, и правительство, по сути дела, вместе с Назбанком ничего сделать и не могут? Ну, я бы не стал здесь искать виноватого, потому что это все-таки сочетание факторов. То есть внешняя макроэкономическая среда, которая достаточно неблагоприятная для нас. У нас есть внутренние проблемы, несбалансированные, ну, как бы, бюджетная дисциплина у нас сильно хромает, там, сейчас денежно-кредитная политика потихонечку идет в разнос, мы это видим. У Назбанк был, как бы, Назбанк сейчас вроде как по заявленному, но говорит, что вот он должен был бы, как бы, он сам принимает на себя обязательства по таргетированию инфляции и сам же нарушает свои собственные правила в угоду политической конъюнктуры, и это видно, и это тоже проблема большая. Внутренняя фискальная политика у нас не очень хорошо, хорошее участие государства в экономике и так далее. То есть, ну, в общем-то, да, конечно, внешняя обстановка тоже влияет, но в существенной мере надо понимать, что инфляционные процессы в какой-то существенной части являются следствием внутренних проблем и внутреннего бардака, который у нас творится в государственных финансах. Все-таки внутреннего, да? Ну, я бы сказал, процентов 60, вклад в инфляцию, это наша внутренняя повестка, то есть вот та инфляция, которую, вот эта вот высокая инфляция, которую мы видим внутри страны, конкретно в Казахстане, это все-таки результат вот той государственной политики, результат той экономической политики, которую мы все вот вместе вот это вот создали за вот эти 30 лет, это как раз тот закономерный результат, к которому мы пришли. Вот 60% всей инфляции на сегодняшний день, это наша исключительно внутренняя повестка и тот бардак, который у нас творится в стране. Ну, а как-то что-то может исправить нынешний там глава Кабмина, нынешний глава Нацбанка? Или, то есть, и они ничего исправить не могут, это вот как раз результат 30 лет, и так просто, так быстро, за их срок службы этого сделать невозможно? Вы знаете, я здесь могу вот так вот сказать. Вся предыдущая политика, ну, не только вот в сфере политики, но и в сфере экономики, вся, весь тот алгоритм действий вот предыдущих там вот этих вот 30 лет, грубо говоря, ну, даже не 30 лет, наверное, вот где-то, ну, пусть будет лет, наверное, 10, может быть, 15, где-то вот это вот было очень сильно заметно, она сводилась только к одному, не проявляем инициативу, ничего не трогаем, лишь бы не развалилась. То есть, задача, когда возникала вот такая напряженная ситуация, допустим, там, какой-нибудь кризис, там, или еще чего-нибудь, задача была его просто пересидеть. Конечно, можно там, при этом писались госпрограммы, там, какие-нибудь там инновационные, индустриальные, еще какие-нибудь, там, это все писалось, создавалась видимость бурной деятельности, дорожные карты писались там и так далее. Начинали, вся эта деятельность сводилась к тому, что асфальт перекладывали не раз в год, а два раза в год. Начинали перекладывать, допустим, там, где был асфальт, начинали это все перекладывать там на плитку, плитку снимали, перекладывали другой плиткой там, и вот эта вот вся, вот эта вот видимость бурной деятельности, вот эта фейковая экономика, которую мы все это время строили, она вот к этому и сводилась. А основная задача базово, ничего не делаем, лишь бы не развалилась, сейчас переждем, в мире все поправится, и мы, собственно говоря, вместе с миром так и вылезем. А в мире заканчивается кризис, мы тоже говорим, что у нас заканчивался кризис, и как бы нас автоматом просто, даже если мы ничего делать не будем, нас просто автоматом вытаскивает вот этой волной начавшегося роста, только вот вопрос, в чем заслуга конкретно нас вот в этом росте, он довольно спорный. И по большому счету вот то, что мы сейчас пытаемся делать, это опять попытка просто пересидеть, это ожидание, что в мире завтра вот инфляция сейчас упадет, там федеральная резервная система разберется, европейский центральный банк разберется, там китайцы тоже разберутся, вот они сейчас между собой о чем-то договорятся, а Россия с Украиной сейчас быстренько помирится, а нам делать при этом по большому счету ничего не надо. Мы просто пересидим, а там оно, глядишь, вот потихонечку-потихонечку между капель проскочим и выползим. Да, я вас понял, Арман. Вот с нами на прямой связи зал Маттык, экономист Андрей Чеботарев. Андрей, доброго дня вам. Слышите меня? Доброго дня. Да, Андрей, вы наверняка слышали, наверное, часть программы, да вы всегда за новостями следите, я знаю, то есть сегодня и президент параллельно заявил об инфляции и очень жестко назвал виноватых, ну, насколько возможно это жестко звучит. И сегодня в парламенте тоже выступали. Вот меня на этом всем фоне интересует один момент. Сегодня в парламенте был презентован базовый сценарий развития экономики на 5 лет. Скажите, вот Андрей, а сейчас время для этого вообще? Что-то планировать так, если мы не можем разобраться в каких-то делах, вот как с инфляцией? Нет, идти на поводу и жить сейчас, типа, окей, там пока война, мы ничего планировать не будем, будем жить сегодняшним днем, это не работает. Более того, это не работает и на микро уровне. Я не советую людям и компаниям, владельцам, предпринимателям идти по такой стратегии. Соответственно, государство ни в коем случае не должно идти по такой стратегии. Строить планы надо, выставлять четкие KPI надо, следовать им надо, но планы они на то и планы, что в случае каких-нибудь внешних шоков они могут меняться. Это нормально, проще изменить готовый план, чем всегда сидеть у моря и ждать погоды. Тем более, если вы помните, в 2020 году казалось, что ну вот все, сейчас 2021 будет легкий. После 2021 все думали, наконец-таки 2022 будет еще легче, классно, все, выдохнем. 2022 привет. Теперь пандемию с теплотой вспоминают, да. Так, да, теперь, то есть если бы в 2020 году все сказали, ну вот сейчас такое время, давайте пока планов не будет, потом, потом, вот потом бы не наступило бы до сих пор. Поэтому нет, ни в коем случае, конечно же, планы нужны, это четкие показатели, которым нужно стремиться и которые нужно исполнять. Ну а показатели, которые туда заложены, то есть я понял вас, то есть они могут меняться потом. Хорошо, что планируют, уже это хорошо, да. Во-первых, всегда есть три сценария, оптимистичный, пессимистичный и реально. То есть обычно в планах всегда есть некая дельта, то есть которая показывает, если все будет ок, вообще супер, будет вот так, если все будет так же, как сейчас, будет вот так, если все будет еще хуже, будет вот так. И это нормально тоже, чтобы понимать, знать, что там, что у нас ждет в случае, там, грубо говоря, если там война будет долгая, или она там еще какая-то будет, или будет еще какой-то новый шок и так далее. Андрей, а если вот откатиться опять к вопросу инфляции, то с чего мы начали и собственно основная тема программы у нас. Что вы думаете, я имею ввиду именно по росту доходов населения, то о чем сказал президент, то есть вот эта продовольственная инфляция, которая 20 плюс уже. Да, продовольственная инфляция сегодня не сказал и Галамжан Перматов, глава Нацбанка. Она замедляется, она замедляется во всем мире. Опять же, она вызвана не столько нашими проблемами. Во всем мире сейчас идет засуха. Индия в этом году запретила экспорт пшеницы, сахара именно засухи. В этом году Казахстану повезло больше. У нас засухи не было, но можно вспомнить, что два года назад у нас тоже была ужасная засуха. Мы всей страной там сено соберали этим бедным животным и так далее. Поэтому продовольственная инфляция во всем мире в этом году была на 40-летних максимумах. Теперь она наконец-таки снижается. Что касается продовольственной инфляции в Казахстане, я очень рад, что президент сказал именно не просто о борьбе с ценами, а о повышении доходов. Просто потому, что бороться с ценами не получалось никогда и ни у кого. И вряд ли получится у Казахстана. Если получится, мы будем точно номинированы на Нобелевскую премию. Поэтому с ценами бороться практически всегда бессмысленно. Они будут расти, и это нормальный процесс. А вот то, что нужно повышать, это повышать доходы населения, чтобы они смогли позволить себе эти продукты по новым ценам. Ну и конечно же у нас очень низкая продуктовая безопасность. Опять же, у нас проблемы с климатом. Мы не самая сельскохозяйственная страна, насколько бы нам этого хотелось. И мы большую часть продукции завозим. А, соответственно, здесь ударил курс. То есть, кроме того, что эта продукция подорожала во всем мире, просто потому что ее мало, плюс мы еще и попали на курс, который весной ослабил тенге, и, соответственно, у нас это был двойной удар. Ну это вообще проблема, да, такая у нас застарелая уже. Хотел сказать, сколько в журналистике себя помню. Вообще, сколько себя помню про это все время разговора. Давайте посмотрим, у нас есть фрагмент диалога, который сегодня состоялся в Нижней Палате Парламента, в Мажелисе, между депутатом и министром нациоэкономики. Как раз о росте доходов. Из него поймете, почему мы его взяли в программу. Согласно представленному законопроекту, доходы республиканского бюджета увеличиваются в 2023 году более чем на 3 триллиона тенге от оценки 2022 года. И почти в два раза от факта 2021 года темп роста составляет 189%. При этом темп роста экономики в реальном выражении прогнозируется на уровне 4%. Вместе с тем мы видим, что отдельные налоговые и неналоговые поступления, госпошлины, отдельные виды плат передаются в местные бюджеты, а также прогнозируется сокращение таможенных пошлин в рамках Евроазиатского союза. В связи с этим, скажите, пожалуйста, за счет чего и на чем основывается такой оптимистичный прогноз? Как вы собираетесь достигнуть такого роста доходов? При расчете параметров республиканского бюджета, в частности доходов, учитывались несколько факторов. Первый – это рост непосредственно самому ВВП. В номинале он увеличивается на 16,5%. Кроме того, используют также динамика налоговых поступлений предыдущих лет. И в текущем году, например, на 1 октября динамика налоговых поступлений увеличилась в полтора раза по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Также на следующий год рассчитаны дополнительные поступления, которые будут поступать в связи с последними поправками в налоговый кодекс. Это, в частности, увеличение НДПИ на биржевые и внебиржевые товары на 30-50%, а также повышение акциза на табачные изделия в среднем на 27%. Кроме того, дополнительное, несколько кратное повышение акциза на нагреваемый табак. Кроме того, увеличен дифференцированный налог на цифровой майнинг. И в целом, кроме того, учитываются доходы, которые поступят от реализации комплекса мер по снижению теневой экономики, повышение администрирования, таможенного и налогового администрирования, в том числе за счет цифровизации. Ну и также меры, которые реализуются для снижения статистической разницы между таможней Казахстана и КНР. В целом, данные подходы позволяют нам увеличить, при даже консервативном подходе, увеличить доходы республиканского бюджета на следующий год. Ну вот с нами на связи Нурлан Саков. Нурлан, вы меня слышите еще? Мы вот с вами начинали эту программу, Нурлан. Да, у меня вот такой вопрос. Если все вот это мы планируем там улучшить администрирование, вот из конкретики, что я услышал из того, что говорил министр, это вот повышение акцизов на вейпы, по сути, да, то есть вот этот нагреваемый табак на сигареты и налог, новый налог на майнинг, то есть крипта. А за счет всего этого можно увеличить бюджет реально или нет? Или это все, зачем это нам все говорили сегодня? Потому что все остальное, улучшение администрирования, таможенного, финансового, это такие очень расплычатые фразы. Из конкретики вейпы, сигареты, крипта. Ну, очень похоже на то, что они следуют рекомендациям МВФ, повышение налогов, но при этом имея большую долю теневой экономики и неформальной занятости, и говорить о том, что вот мы повысим... Но следовать рекомендациям МВФ невозможно. Да, конечно. Я бы следовал все-таки рекомендациям моих коллег, которые предлагают таргетировать не саму инфляцию и его снижение, а таргетировать повышение доходов населения через повышение целого роста экономики. Это очень... Ваши коллеги тоже про это говорили. Да, 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 это правильная стратегия, потому что вот я посмотрел, а вот за вот 30 лет, когда у нас была такая большая инфляция, я увидел, это был именно период бума, когда у нас в 2007-2006 годах был строительный бум, ну, в том числе... Золотые нулевые. Да, тогда был, кстати, годовая инфляция была 18,8. Но тогда я помню, что как бы не сильно, ну, прямо на это акцентировали, на инфляцию, потому что, тем не менее, у каждого, ну, по крайней мере, доходность была более-менее выше, чем сейчас идет сжатие, да. И в данном случае стратегия более оправданная. Плюс надо понимать, что, ну, вот, примерно, если не зря озвучил, вот, понятие вообще ожидания, вот, надо ему очень правильно управлять. То есть, если ожидания населения все-таки будут постоянно вот высокие, ну, как бы они там не снижали, повышали, какие проекты не реализовывали, это ожидание всегда будет крайне вот ниже, чем положительное, то есть ниже нуля. В любом случае, да, то есть, что делай, что не делай, да? Да, поэтому объяснение министра нациоэкономики, она несколько, я считаю, ну, меня не убедили, что, то есть, это позволяет как-то бороться с проблемами, которые, вот, та же, ту же инфляцию. И в данном случае 4% более реалистичный сценарий, а хотелось бы все-таки мы шли по оптимистичному сценарию, чтобы все-таки больше. Нурланд, спасибо вам, да, я вот пойду в обратном порядке, Марат Каирленов на связи сейчас, да? Да, да. Марат, слышите меня, да? Вы что думаете, вот такие заявления, когда, ну, вот, министр нациоэкономики говорит и перечисляет, вот, конкретный вопрос, между прочим, задали ему, на чем вы собираетесь поднять поступление в бюджет? И вот перечисления, вы же слышали, как вам? Ну, меня радует... Ну, вот, с точки зрения экономиста, может быть, я свой скепсис журналистский включаю там, не там сейчас, неуместно, может быть. Поправьте меня, если я не прав. Ну, очевидно, что у нас резервы по росту сборов налогов, они достаточно большие. Меня радует, что упомянуто, допустим, это разница в торговле между Китаем и Казахстаном. То есть, там еще несколько лет назад говорили о нескольких миллиардах долларов в разнице, да? Это раз. Там есть исследование международного, там, фула журналистов, где они с развитыми странами указывали на большую разницу, которая, ну, как бы, недоуплату налогов в Казахстане, да? Это второй момент. Третий момент. Другое дело, конечно, меня смущает вот это ожидание по росту экономики. Они же во многом связаны на, вот, ТШО, Тингис Шевроев, должен увеличить, там, запустить проект, и, соответственно, ожидается, что у него добыча нефти вырастет примерно на 14%. Так вот, как бы, руководство ТШО, ну, относительно недавно СМИ заявляло, что это будет в конце 2023 года, и даже, там, 2024 год. А такое чувство, что наш Минек, он закладывает, что это будет, все-таки, там, в первой половине 2023 года. И поэтому вот эти ожидания могут быть завышены. Слишком, так, оптимистично. Да, понятно. Кстати, сегодня же на пленарке прозвучало и то, откуда будут брать, ну, то есть, понятно, откуда трансфер из национального фонда, чтобы вот покрыть какие-то лишние расходы. Давайте посмотрим фрагмент, да, выступления депутата, которые ответственны, кстати, за бюджетную политику в Машилисе, по крайней мере, да. Объемы трансфертов общего характера изменены в связи с включением целевых трансфертов, текущих трансфертов по Министерству труда и социальной защиты населения. На 2023-2025 годы в трансферты общего характера включены целевые трансферты в общем объеме 405 миллиардов тенге. Таким образом, на 2023-2025 годы в трансферты общего характера включены целевые трансферты для выплаты адресной социальной помощи 29,3 миллиарда тенге, улучшение качества жизни инвалидов 27,4 миллиарда тенге, субсидирование затрат работодателя на создание социальных рабочих мест в целях трудоустройства инвалидов 669,8 миллиарда тенге и на развитие продуктивной занятости 348 миллиардов тенге. Субвенции увеличены на 348,8 миллиарда тенге, изъятия уменьшены на 56,7 миллиардов тенге. Такими всеми комитетами Мажелиса парламента представлен положительное заключение. Комитет по финансовому бюджету считает возможным рекомендовать Мажелису парламента Республики Казахстан одобрить законопроект об объемных трансфертов общего характера между республиканскими областными бюджетами, бюджетами городов и республиканского значения из столицы на 2023-2025 годы. Да, вот у меня к Арману вопрос. Арман, скажите, ну вот вроде бы, да, в предыдущем, да, фрагменте говорили о том, что у нас есть, откуда взять дополнительные средства, чтобы пополнить бюджет, увеличить его пополнение и так далее. Ну вот опять трансферы, опять туда запускаем руку, нацфонд, опять будем оттуда брать, ну вот по линии труда и социальной защиты. Я понимаю, что это нужно, но мы опять берем, получается, из нацфонда. Мы недозарабатываем, получается, или как? Звук включите, пожалуйста, Арман. Да, точно, забываем все время. Бюджет у нас дефицитный, дефицит бюджета у нас сохраняется уже не первый год, по-моему. Да, вот с 15-го у нас это дефицит, из года в год он переходит, а из года в год мы зарабатываем, мы в какой-то момент пересекли эту черту, когда мы стали зарабатывать меньше, чем мы тратим. Поэтому, да, дефицит бюджета есть, он никуда не ушел и никуда он не уйдет, потому что как минимум для того, чтобы этот дефицит убрать, надо либо, естественно, увеличивать доходность этого бюджета, то есть за счет налогооблагаемой базы, расширения и так далее, либо проводить секвестор бюджета, что, в общем-то, является политическим самоубийством, на что, скорее всего, не пойдут. А поскольку у вас, как бы, вариант из очень плохого, из плохого и из очень плохого, ну вот выбирается какой-то более или менее приемлемый вариант, пока есть кубышка, будем тратить. Спасибо, да, спасибо, Арман, за ваше мнение. Вот я хотел, у нас совсем мало времени, буквально минута-полтора остается, к Андрею вопрос задать еще. Андрей, а вы как думаете, вот, ну, то есть мы из года в год берем, тут как бы новости и даже инфоповода никакого нет. Но вот мы здесь сильно меняем в сторону труда и социальной защиты. Это как бы хорошо, но неужели мы обычно в бюджет, обычными поступлениями не можем его наполнить в достаточном количестве? Нет, не можем. Мы берем из НАЦ тумбочки деньги, как я называю НАЦ фонд, потому что он за последние 8 лет превратился в нашу тумбочку, в которой лежит наша заначка, без которой мы не сможем прожить. Более того, мы еще и вдвойне себя обманываем, потому что с 2010 года у нас действует экспортная таможенная пошлина на нефть, которую мы продаем, которая попадает напрямую в бюджет, а не в НАЦ фонд. То есть мы не только берем деньги нефти из НАЦ фонда, мы берем деньги ЭТП из эту таможенную пошлину. Да, мы не все складываем в тумбочку, правильно? Да, мы не все складываем в тумбочку. И на самом деле это глобальная проблема, потому что то же самое правительство призывает граждан жить по средствам и не набирать деньги в кредит, потому что им сложно отдавать. Но при этом само правительство живет не по средствам. Мы тратим больше, чем мы зарабатываем. Мы их берем в кредит, привлекая на внешних рынках, и мы лазим в нашу заначку. Поэтому первое, что это самое базовое, главное нам нужно научиться жить по средствам. Нефть не вечно, НАЦ фонд не вечен, а жить по средствам это очень полезное правило, которое поможет нам, нашим детям быть успешными. Ну вот хотел бы на этом, наверное, закончить и в конце вернуться своими словами, рассказать о том, что сказал еще президент, посещая Кунаев сегодня. Он комментируя вот эти все экономические дела наши с инфляцией и так далее, и критикуя акиматы и перекупщиков, он сказал одну такую вещь, что в принципе все должны помнить январские трагические события. И еще президент особенно подчеркнул, сказал, что есть силы, которые в принципе хотели бы этого повторения. Поэтому доходы граждан должны оставаться и подтягиваться до того уровня, который вот приемлем для нашей с вами жизни. Это все, что мы успели обсудить к этому часу. Оставайтесь на Хабар 24. До свидания.